Вот все-таки обожаю я наших безграмотных ура-патриотов, ничем не интересуются, ни в чем не разбираются, соображают на уровне детей из начальных классов, но везде пытаются влезть со своими измышлизмами, рассказываю. После прошлого выпуска, в котором поведал об образовавшемся на России дефиците пластиковой упаковки для продуктов, а также об износе производственного оборудования, в комментариях появились такие вот замечательные писюки, писатели в смысле «И как давай меня просвещать штампами из телевизора?» Зря вы нагнетаете, хлеб страна спечь сможет именно спечь, и даже упакует производителей полиэтилена в России немало, равно как и производители оборудования, ну и перечислил человек название ряда типа «наших предприятий», так и быть, отвечу вам, дорогая милая женщина. Если вы имеете в виду стоящие в российских городах кирпичные коробки, то это не совсем производители. Так же, как коробка из-под смартфона не совсем смартфон. Есть же еще такие мелочи, как сырье, комплектующие, технологии, бла-бла-бла, в общем, дабы мне не напрягаться. Найдите какого-нибудь шестиклассника, я думаю, он объяснит, как работает производство, и как раз на вашем языке. Ну а мы начинаем! Ладно, раз уж с комментариев стартанули, еще один зачитаю, тоже порадовал. Сколько лет смотрел ваш канал и всегда нравилось, а в свете событий последнего времени, мне все чаще кажется, что вы просто помоечники, желтая пресса. Шах мне и мат, господа, помоечник я. Вон оно, как оказывается, расстраиваю, ишь человека, публикуя то, что публикую. Господи, это до какой степени надо деградировать, чтобы расстраиваться или, правильнее было бы сказать, охреневать? Не по поводу творящегося вокруг сумасшедшего дома, когда на Западе единой некогда страны брат идет на брата с оружием в руках, а под центральным каналом телевидения статусные люди унижают граждан других национальностей, изрыгают злобу и ненависть, и еще на полном серьезе говорят об уничтожении планеты ядерным оружием. Надо делать, а в чем проблема-то? Один Сармат и все, были британские острова, нет британских. Но мы же серьезные люди. Не, а вот я и серьезно и говорю. Британия тоже располагает ядерным вооружением, Алексей Александрович. Я прекрасно понимаю. В этой войне не выживет никто. Когда вы говорите удар Сармата, вы понимаете, что никого не будет, никого на планете? Ну, никого, никогда не говорим никогда. Да, никогда не говорим никогда. Вопрос в том, что вот вам картинка, считайте посекундно. Чего ты успеешь? Ага, куда, да, да, все, здравствуйте, пролетело. О, реально? Пожалуйста. Или когда бывший президент страны, а ныне замглавы Совета национальной безопасности позволяет себе в соцсетях подобное, меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие, отвечаю, я их ненавижу. А не ублюдки и выродки. Бывший президент такое пишет в публичном пространстве. Димон! Ну-ка! Димон! Ну и когда взрослый упырь в электричке, тоже из прошлого выпуска, ребенка пугает. Рюкзак у него отбирает, потому что не тех цветов. Бросает рюкзак на заплеванный пол с матами и прочими гнусностями. Снимаем, слезы. Бросает рюкзак на заплеванный пол с матами и толпы нам не отбирает. Идиот! Идиот! Вот это вас автор поста вообще не коробит. С помоями не ассоциируются, нет? Да еще долго могу такое демонстрировать, пожалуйста, из свежего. Как думаете, что это? What the f*** is this? А это в одном из дагестанских интернатов сцену казни Зои Космодемьянской ребята решили поставить. Причем, чтобы все натурально. Виселица, петля, фашисты со свастикой. Школьники теперь вот в такие игры в России играют. Нечего же больше в детской самодеятельности показать дальше что. Уроки по отрезанию голов введем в республиках Северного Кавказа. Но, повторюсь, автора поста ОНО вообще никак не задевает. Это не помои в его понимании. Всего лишь действительность, которая нас окружает, в которой отныне жить нам и нашим детям. И виноваты в ОНОМ не те, кто это допустили. Виноват я, помоечник. Потому что об этом рассказываю, пытаясь растормошить сограждан. Вот уж воистину, страна 404. Реальная журналистика. Деградируем с удовольствием. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Блин, только хотел сюжетную линию сменить. Не, до кучи на вентилятор подкинули. Левада-центр. И вот тут, надо сказать, признанный агентом в Российской Федерации. Так вот, Левада интересный опрос среди наших соотечественников провел. А в итоге они там, похоже, сами обалдели от полученного результата. Держитесь и вы за что-нибудь, друзья. И так, 21% россиян поддерживают идею применения России ядерного оружия в текущей ситуации. Еще примерно 7-8% скорее поддерживают, чем нет. И вы знаете, я в этот момент, ну, когда увидел ОНОЕ, мне на самом деле поплохело. Мы, правда, совсем в дебилов превращаемся. Кто эти? Почти 30% наших сограждан. Они что, от коровы произошли? Из навозной кучи вылупились. Их мама и папа на пьяную голову делали, а потом роняли все детство. Эти люди вообще понимают, какими могут стать последствия ядерного удара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так давайте я поумничаю и расскажу, что же из себя представляют ядерные игрушки. Одна небольшая бомба, сброшенная американцами на Хиросиму, моментально убила 140 тысяч человек. Бомба, сброшенная на Нагасаки, унесла жизни 80 тысяч, еще 35. Погибли от облучения. Взрыв устройства Кассел Янки, второй по мощности среди ядерных, перепугал даже разработчиков этой хрени. Высота гриба достигала 40 километров, а диаметр шапки 16. Но это еще не все. Испытания проводились в Тихом океане. Ветер донес радиоактивное облако до берегов Мексики, расположенный, внимание, в 11 тысячах километрах от места операции. От заражения пострадала и часть США. Про царь бомбы это уже наши. Развлекались даже вспоминать не хочется. Скажу только, что звук от взрыва распространился почти на тысячу км. Представляете, звук взрыва был слышен на таком расстоянии, а ударная волна обогнула планету трижды. Обделались тогда все. Ладно, давайте о чем-то более мирном и спокойном. Росстат, мой любимый, опять радует. У нас рекордный рост зарплат. Оказывается, во всяком случае, путинские карманные социологи так говорят. А теперь приготовьтесь. Если стоите, то лучше присядьте, потому что... Знаете, насколько рекордный? В смысле цифру хотите назову? Готовы? Шестьдесят семь тысяч рублей средняя зарплата в скреп державе нынче. Шестьдесят семь тысяч рублей. Шестьдесят семь тысяч рублей. Хотя я, конечно, могу объяснить, как у этих шулеров такая цифра нарисовалась. Давайте на пальцах. Представьте себе условный запедрищинск. Живут 20 человек. Трое работают в местном магазине за 15, 17 и 20 тыр. Еще четверо пенсионеры. Столько же детей. Семь человек не работают в принципе. Бухают с утра до вечера. Ну, там пособия кое-какие получают за что-нибудь по пятерке, например. А еще в Запедрищинске нашлись два одиночества, которые решили подписать контракт с Минобороны и поехать в Украину. Двести пятьдесят тысяч нано с ребятишком пообещали. Теперь берем калькуляторы. Можете проделать это вместе со мной. Барабанная дробь. А ведь средняя зарплата в нашей деревне 49 тысяч рублей получается. И никакого обмана. Простая арифметика. Классно. Вот так у Росстати и занимаются подсчетами. Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Ну и чтобы не на грустной ноте, Роскомнадзор будет за нами тотально следить при помощи искусственного интеллекта. Система Окулус. Вот так эта железка называется. Робот должен автоматически находить и распознавать запрещенный контент на просторах интернета практически везде. На фотографиях, в видео, в текстах и даже в динамике движений. То есть оскорбил, например, чиновника или дискредитировал российские вооруженные силы. Ходи сюда. Следующая остановка штраф или тюрьма. Заработать Окулус должен уже в этом году. А общие расходы на его внедрение в данный момент, догадайтесь, приближаются к 100 миллионам. Ну что, поднял я вам настроение. Тогда переваривайте. А это была «Реальная журналистика». Подписывайтесь на наш канал. Проверяйте, кстати, подписки. Бывает, что слетает. В соцсетях тоже жду. Ссылка на телеграм, в закрепленном комментарии. Другие полезные ссылки в описании к данному видео. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока.